Можно ли заморозить цветы из белково-заварного крема? Вы очень часто задавали этот вопрос в комментариях, поэтому мы сняли для вас этот обзор. Для эксперимента я сделала 6 цветов. 2 рануклюса, 2 пиона и 2 розы. 3 цветка мы заморозим и вот эти 3 цветка мы поставим в холодильник. И через 24 часа посмотрим, что с ними будет. Прошло 36 часов. Так получилось, что мы выдержали больше суток. Посмотрите, здесь цветы из холодильника, здесь цветы из морозилки. На первый взгляд пион немного осел. И после того, как я достала из морозилки, цветы сильнее блестят, чем цветы из холодильника. На вид они более влажные. Давайте сейчас посмотрим, замерзли ли белковые цветы в морозилке. Так, на соприкосновение они плотные, значит они подмерзли. Вот, особенно цветочек, вот большой пион. Он прям такой плотный и липкий. Но на самом деле у него лепесточки, вот посмотрите, они мягкие. То есть полностью белковые цветы в морозилке не замерзают. Они становятся просто более тягучими и чуть более плотными. И все. Но они не замерзают. Вот она текстурка. А можешь по лепесточкам пальчиком так провести? Да, вот смотрите, вот. Я трогаю лепесточки. То есть они мягкие. Вот они гнутся. Немного липнут, конечно же. Но текстура более резиновая, поэтому на пальце не остается. Ну вот, тут и осталось краешек. Вот такие цветочки. Они не замерзают полностью. То есть немного они уплотнились. Давайте дадим цветам постоять при комнатной температуре час, чтобы цветы из заморозки отошли. И сравним их с цветами, которые были в холодильнике. Ну что ж, прошел еще один час. Давайте проверим консистенцию цветов. Цветы из холодильника, цветы из морозилки. Цветы из морозилки у нас были немного уплотненные. Сейчас они стали совершенно мягкими. И сейчас мы проверим холодильник. Так, ну цветы из холодильника лучше держат форму. По ощущениям. Вот я беру цветок. Он остался высоким. Можно поставить рядышком к тому пиону. Да, конечно. Он остался высоким. А пион из морозилки немного оплыл. То есть, вот он стал более мягким. Мне даже тяжело его взять. То есть, он немного оплыл и потерял упругость. Форму потерял. Вот. Но это если сравнивать большие цветы. Так. Ранунклюс. Он сам по себе легче. Цветок меньше. Да, видите, у него объем сам по себе меньше цветочек. Я его легко взяла. Он мягкий. Совершенно пригодный для того, чтобы украсить им торт. Роза. То же самое. Я ее легко взяла. Она хорошо пережила заморозку. И посмотрим на цветы из холодильника. Цветы из холодильника ведут себя тоже прекрасно. И ранунклюс. И роза. И они внешне меньше блестят. То есть, влаги они на себя меньше привлекли. Поставь их рядышком. Да. Так. Роза. Роза-морозилка. Роза-холодильник. И ранунклюс. Добавляю ранунклюс из холодильника. Вот так. Угу. Давайте их поломаем. Давайте начнем с розы. Так. Это у нас розы из холодильника. Вау. Вот цветы хорошо держат форму. Но при этом они нежные и мягкие. Когда вы их будете кушать, они вам подарят свою нежность, мягкость и шелковистость. Вау. Цветочки. Еще мне очень нравится ранунклюс. Что ты чувствуешь? Есть разница между замороженным и ромочками? Вообще никакой сейчас. Совершенно никакой. Вот. Вот это был замороженный ранунклюс. То есть, видите, он нежный. У него вот эти верхние краешки немножко стабильные. Да? Прихватились. А внутри цветок очень нежный. Также и ранунклюс из морозилки. Он такой же нежный. Так приятно их ломать. Ради этого стоило. Так, а вот пион из морозилки, прям можно сказать, отек, растек. Слишком мягкий. Его очень тяжело будет взять и поставить на торт. А вот пион из холодильника ведет себя хорошо. Я его уже три раза переставляла. Сейчас даже если поставить его на торт, то он будет прекрасно стоять. Ну, он такой же нежный и мягкий остался. Ну что ж, какой итог мы можем подвести? Я не вижу смысла замораживать цветы из белково-заварного крема. Обычно я эти цветы делаю либо сразу перед тем, как положить на торт, либо за сутки, убрав их в холодильник. И на следующий день уже достаю и сразу укладываю на торт. Для заморозки хорошо подходят цветы из масляного крема глазурь, из крема шантифлекс и фасолевой пасты. Только не забудьте их упаковать в герметичный контейнер. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Смотрите, здесь рецепт белкового крема на планетарном миксере, а здесь белковый крем ручный миксер. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»